Наталья работает на Питкиранском целлюлозном заводе уже 27 лет. Начинала в старом очистном цеху. Сейчас дослужилась для дежурного инженера. Это главный человек в ночное время и на выходных. Всё предприятие держится на ней. С помощью мониторов и больших телевизоров она контролирует работу завода. Я прихожу на работу, принимаю смену, даю распоряжение сменным мастерам в каждом цехе, какую работу они должны выполнять. И контролирую дальше, продолжаю контролировать работу цехов. Контролирую здесь визуально и контролирую, хожу ещё по заводу, контролирую так, наглядно. За четверть века, что Наталья здесь работает, многое на заводе изменилось. Её нынешняя профессия, например, стала практически полностью автоматизированной. Если раньше дежурный ходил по цехам и проверял показатели лично, то сейчас все необходимые данные транслируются на монитор. Это сильно увеличивает скорость реагирования. Стало намного проще контролировать работу, так как это сейчас вывели всё на мониторы, вывели на камеры. В этом году целелозному заводу исполняется 100 лет. Предприятие пережило перестройку 80-х, бандитские 90-е и чуть не разорилось в 2010-х. В ближайшие два года здесь планируют построить новый древесно-подготовительный цех. Он будет полностью автоматизированным. Количество ручного труда постараются свести к нулю. По словам генерального директора, проектов такого масштаба на заводе не было уже почти 50 лет. Кроме того, сейчас идёт реконструкция варочного цеха и подготовка документов о газификации производства. Руководство планирует за два года увеличить производство предприятия на 20% до 140 тысяч тонн продукции в год. Весь завод на сегодняшний день уже покрыт планами развития, это точно. Существенная часть из которых уже реализована или реализуется в стадии реализации. Мы не делаем событий к датам. То есть мы на самом деле развиваем поступательно завод. И как только заканчивается одно, так сказать, один проект, тут же возникает следующий, следующий и следующий. В этом году завод сократил выбросы метилмеркоптана, дурно пахнущего газа, более чем на 95%. Добиться таких показателей позволила полная реконструкция варочного цеха. Кроме того, предприятие участвует в развитии Питкеранты. Так оно внесло свой вклад и в благоустройство улицы Ленина. Там обновили тротуары и устанавливают уличное освещение. Весной следующего года здесь появится новая дорога. В рамках этого же проекта идёт благоустройство нового сквера. Он будет носить название «Столетие Питкеранского завода». В октябре там должны появиться пешеходные дорожки, скамейки, освещения и зелёные насаждения, деревья, кустарники и газон. К юбилею завода в Питкеранском доме культуры прошёл праздничный концерт. Участие в нём приняли работники предприятия, генеральный директор Константин Малышев, первые лица республики. Артур Парафенчиков вручил почётные грамоты и благодарственные письма работникам. Советников генерального директора наградил почётным знаком за вклад в развитие республики. Главное и в развитии завода, и в его истории, и в настоящем, и в будущем, безусловно, это те люди, которые и работают в заводе, на заводе, и живут в Питкеранке. И делают всё, чтобы завод жил, развивался, процветал. Даниил Филин, Сергей Беляев, служба новостей Питкеранта.